Вы сейчас как раз ответили на вопрос, который у меня здесь записан, какие знания обязательно нужны ребёнку. И сейчас из того, что вы сказали, я выделила несколько важнейших знаний, которые нужны. Это логика, умение аргументировать, то есть это и знание, и умение получается. Это знание о том, что природа, она наш друг, она не является нашим врагом. Наука взаимодействует с природой. И вот какие знания ещё вы бы добавили в обязательные знания ребёнку, в обязательные знания умения, чему надо обязательно учить ребёнка, на ваш взгляд, ещё? Если говорить об образовании Личности, формировании Личности, то обучение начинается с познания красоты. Красоты. Вот простая вещь, да? Но она возвышает чувства, ум, она пробуждает Любовь, вот эти ценности, вот эти внутренние ценности, которые должны у нас работать, да? Любовь, красота, доверие, вдохновение. Не просто вынужден работать, да, как вьючное животное, и страдать, и ждать, когда же это всё закончится, чтобы было счастье. И красота — это вот первый шаг к образованию, к формированию как бы вот характера Личности. А ну предметы выучить — это несложно, когда есть желание, да, у человека, когда он вдохновлён, ему даже интересно заняться математикой. Мы же вот видим, что я в школе тоже учился, что те предметы интересны, где интересный учитель, с которым вот есть отношения именно. У нас был интересный предмет химии, хотя я, ну к этой науке не склонен, но всем было очень интересно то, что делала учительница на уроках химии. Это был просто, ну, спектакль живого общения, это был театр химии, где она играла молекулу, там и атом, она всё показывала, она с выражением, как они ведут себя, их характеры, как эти валетности соединяются, образуются. И на каждом столе были пробирки, спиртовки, чуть ли не вся таблица Менделеева, представьте, на каждой партии. Даже электричество подключалось, она добилась этого. То есть она такую химию сделала, как, ну, самой передовой наукой, но она была интересная. Потом литература, русский язык, его ненавидел весь класс. Все ненавидели русский язык и литературу, понимаете? Потому что учительница была такая, оказывается, как выяснилось потом. И когда мы уже весь класс абсолютно не успевал по программе, дирекция решила что-то сделать с нашим классом и пригласила с Горано. Тогда Горано, это считалось, ну, там самые лучшие были педагоги, знаете, которые в образовании лучшие. Они сняли с Горано, попросили одну известную преподавательницу к нам в класс подтянуть. Она такого опыта никогда не испытывала. Весь класс, весь класс. Мы влюбились в русский язык, в литературу, в неё. И когда она ушла, она нас подтянула, и снова в Горано. Все плакали, и все отказались, где бы то ни было с кем-то учиться вообще. Вот только эту вот нам нужна учительницу. И всё сразу предмет становится интересным, нетрудным. Мы сами стали всё изучать, сами, сами, сами. Нам стало это интересно. Дошло до того, что она нас вообще не спрашивала уже, доски не вызывала, потому что была уверена, что все всё знают, сами все уже учатся. Она нам просто рассказывала истории, читала к нам книги, ходили в поход вместе, русского языка не касались уже практически. Это мы сами всё делали, понимаете, потому что это было хорошо. Мы влюбили её. Она не требовала даже ничего. А сначала она как фашистка пришла к нам, просто как фашистка пришла к нам. Такой жестокости мы не видели вообще. Она кого-то просто поднимает сразу же, с первого дня, понимаете, говорит, так, где домашнее задание? Нету. Так. Сделаешь 30 упражнений на следующий день, значит, 30 упражнений сделаешь. 30 упражнений. Или поставлю тебе двойку, и исключу, либо исключу из школы. Все так посмотрели, думаю, ничего себе фашизм какой. И вот этот парень отстающий самый был такой. Он ночь не спал, сделал там 27 упражнений, попытался. 30 не успел. Ночь не спал. Она так его напугала, что ночь не спал, делать упражнений, проклинал всё на свете, как потом выяснялось. Пришёл, еле живой пришёл на этот урок, тетрадь бросил её на стол, расплакался и убежал из класса вообще. Вот такое было напряжение, вот такое было издевательство над ним. И класс мёртвого молчания. Он выбежал за дверь, эксцесс такой, она взяла эту тетрадь, листает, смотрит, все молчат, мёртвая тишина. Потом говорит, он сделал 27 упражнений вместо 30. Все подумали, ну всё, ему конец. А она говорит, настоящий мужчина. Он попытался, и все, вот это да! А она ему там сразу пятёрки ставит за характер, за то, что он пытался, он настоящий человек. И все захотели тоже быть настоящими тут же, понимаете, что вот такое вдохновение пошло. И вот переоценка пошла вещей. То есть она как-то умела вот это делать, то есть была какая-то жизнь. Да.